Здравствуйте, Светлана! Расскажите свою историю, как все начиналось. Здравствуйте! Начиналось у нас все давным-давно, еще с рождения Тимофея. Тимофей у нас третий сын, всего четверо детей в семье. Была еще девочка вторая, которая умерла. Как бы он у нас ребенок не запланированный. Переживала я, конечно, во время беременности. Очень хотелось девочку, когда узнала, что мальчик расстроенная была. И когда он родился, я еще в роддоме увидела, что у нас какие-то есть… Он плакал. Да, они все дети плачут, это очень хорошо, когда они кричат сразу и плачут. Но они плачут всегда какое-то ограниченное количество времени. Потом они затихают, особенно если их берешь на ручки, их погладил ребеночка, он успокаивается. А мой, мне его принесли, сразу положили на руки. И он плакал. Я даже засекла 50 минут подряд. Он кричал очень сильно. Я не могла успокоить его. Я понимала, что это ненормально. Далее нас выписывали еще. Детский доктор сказал, смотрите, ребенка не тревожьте сильно. Нельзя ему как плакать, потому что, говорит, остановить невозможно. С года у нас ушел взгляд. Он перестал реагировать на имя. Взгляд начал уводить. Он у нас начал ложиться на пол, начал катать одну и ту же машинку. Может, там рядочки пошли. Пошли у нас кубики в рядочек. Тоже все игрушки в ряд. И мы все время думали, ну, это просто особенность. Это такой ребенок. Вот он такой, он спокойный, он тихий. Вот он это. А потом к трем годам где-то, да, как раз к трем годам у нас пошли все усиления. Вот как раз тогда у нас началась с поведением проблема. Он мог днем истерить, просто по часу начинать плакать. Я его не могла ничем успокоить. Успокоить было невозможно. Час просто сидит на диком-диком бопле, начинает кричать. У нас полетел сон. Сначала засыпал там где-то в час-два ночи. Потом начал уже засыпать в четырем к пяти утра. Мог поспать полчаса и опять просыпается. Все днем не уложишь тоже. Было просто патаспортно. К сожалению, к большому сожалению, мама благодаря или вопреки, благодаря своему медицинскому образованию, она уже в первую встречу с ребенком, в первые пятьдесят минут, когда он плакал, она уже заложила ему болезнь. Она уже решила, что у нее ребенок будет болеть, что он как-то чем-то отличается, что что-то с ним не так. И здесь как раз медицинское ее, именно ее медицинское образование сыграло не на руку ей. Потому что, вы знаете, я как-то недавно слышала, где-то так случайно услышала и даже проанализировала своих детей на этот случай. Когда рождается ребенок, и мать видит своего ребенка первый раз, вот первые ее даже мысли и первые слова, которые у нее ложатся, глядя на ребенка, это потом по жизни действительно проявляется в наших детях. Вот. И здесь такой случай как раз-таки. И ребенок, вот насколько я сейчас понимаю, ребенок у нее особенно где-то в года три, вот когда уже она пошла к врачам, что разговаривает не так, она еще больше включила, но она решила все, у нее ребенок болеет, его надо лечить, и пошла игра в болезнь. Это к трем годам мы пошли к неврологу с речью, с поведением, со всем. Я прямо спросила, может, у нас что-то такое похоже на аутизм? Она говорит, да вы что? Посмотрите на его глаза, у него очень умные глаза. Но взгляд у него реально был очень-очень взрослый, очень мудрый и очень умный. Иногда даже мурашки пробирали, когда смотрела на его глаза. Невролог назначила наотропа, мы сейчас ему немножко поможем, и он пойдет. После первого курса действительно у нас речь как немножко пошла, что-то запустилось у нас в речи. Но уже на второй, это она мне на две недели назначила, через две недели мы приходим, она нам назначает другие препараты, и тут у нас тоже у нас началось просто. Опять сон у нас еще хуже, то он уже стал восстанавливаться, у нас слетел он совсем, истерики. Я уже видела конкретно, что у него болит голова, потому что он подходил ко мне, голову притулял, брался за голову, мою руку подносил к голове, показывал мне, и голова была горячая. Я сразу все отменила, мы не стали пить больше эти таблетки. Я пришла и сказала, она мне говорит, ну а как, мы без них не можем, это основные препараты. Ну и я решила, что это значит не для нас, раз основные препараты такие, так вызывают такое действие, нам они точно не нужны. А скажите, прививки делали по графику? Вот насчет прививок, нам сделали только в роддоме, БЦЖ, которую, БЦЖ и гепатит, все остальные, АКДС, вот как девочки, писали, что начинается. У нас из-за диатеза нашего, нам врач дала метод в год, мы их сделали уже к двум годам, а началось у нас после года все это, у нас не было связи с прививками. Но он очень избирательный был, ну как многие дети. Мы, он у нас не ел никакие фрукты, никакие овощи, из овощей ел только огурец. Все, больше вообще ничего. Если этот продукт еще какой-то красный, он его вообще в рот не возьмет. Установка диагноза. С диагнозом я понимала, что время идет, речи у нас нет никакой. В трем годах он не говорил вообще. А, еще у нас всякие страхи развились. Со страхами тоже было это просто какая-то. Он стал бояться воды. Воды стал бояться панически, вплоть до того, что мы перестали искупать его, это была просто проблема. Мы перешли на чашку, какая-то ванна, приносили сначала его в ванночку, маленькую достали, детскую. Он и в ней боялся. Пришлось в маленькую чашку. Вот это вот кое-как, кое-как мы там мылись. Ну, просто голову помыть было. Вот мы когда выходили даже погулять просто, мы ходили в любую сторону, только ни туда, ни вниз. Он знал, что там речка, и что он даже боялся мимо пройти. И боялся он всего. Вот куда мы не придем, он только со мной, только у меня на руках. Весь сжатый комочек. Люди, если к нам пришли, кто-то чужой. Все. Он весь к нам не будет, чтобы никого не видеть. Страхи были такие просто. Всего подряд. С животными мы их не видели вообще. Никак. Всегда дома много котов у нас. Но он их не видел. И потом уже к шести годам мы начали искать выход. Что ж у нас вообще такое. И тоже опять по интернету. Нашла центр в Ростове, на Дону. И поехали мы сами с мужем, записались на прием к психологу, патопсихологу. Поехали на прием. Он нам подтвердил. Сказал, да, у вас действительно детский аутизм. К шести годам мы в туалет не ходили. Вообще не ходили. Никак. Только в штаны. В штаны ночью. Памперс. У нас днем я пыталась, бегала с ним кешком. По-разному. И по методу АБА пытались. За поощрение. У нас это не работало вообще. Никак. А, он у нас еще очень ходил на носочках. Это, наверное, лет с двух началось. Поднялся на носочки, на цыпочки. И постоянно вот эти цыпочки. Потом мы, когда нам этот платный психолог поставил диагноз, он говорит, обратитесь в областную больницу. Вам там должны как раз реабилитацию, там туда-сюда. Но реабилитацию оказывается только с группой. Можно пройти у нас в областном центре. На нас еще накричали, почему группу до сих пор не сделали. У вас так говорит, вы на кому-то. Ну, потом, когда на нас уже в Ростове накричали, что вы это самое, вам нужно давно группу было уже ставить. Мы, естественно, побежали оформлять эту группу с этими глазами. Что вы в школе, как вы представляете, где вы будете учиться вообще, вам надо готовиться. Ну, оформили мы эту группу. И в этот момент, как раз, когда мы проходили, я узнаю про диету. Про диету и одновременно про тенториум. Узнаю я тоже, копалась в интернете и нашла сайт Натальи, которая вот мама, Максима. Нам дали сайт там девочки в тенториуме. И там я посмотрела про то, какая должна быть диета. И вот мы тогда сели уже на ту диету. Вот здесь вот хочу сказать, что у нас, конечно, у нас были колоссальные дни. У нас были сдвиги только на диете. На второй день он у нас пошел сам унитаз. Вернее, я сначала его показала горшок, он сам стал ходить на горшок, а папа показал унитаз. И вот с того момента мы стали ходить на унитаз, по-большому на горшок, но чуть попозже он стал, потому что это просто было, конечно, у нас. И вернулся наш взгляд сразу осознанный. У нас пошло все как бы хорошо. А вот, ну, денег уходит много на тенториум. Мы заказали немножко совсем, и, ну, как бы, надо бы дальше, а дальше денег нет. Папа сказал, что это очень много, я столько не дам. Но я решила, что ладно, я пока попробую, найду заменитель. Начала покупать мед у соседей. У нас здесь, благо, меда много. Ну, а на рынке купила я эту пергу и пыльцу. И стала сама в своих пропорциях, там, как могла, добавляла. Ну, какая разница, оно тоже все, все то же самое, натурально. Вот будет перга, вот пыльца. Вот он мед, тоже знаю, что там никакой химии, ничего нет. Вот, буду добавлять. Но тут моего ребенка как бы просто подменили. Он сначала начал ложиться. Вот видно, что ему плохо. Плохо я с этим никак не связалась. Что это стены, что я даю. Вот, это потом я узнала. В общем, что я сделала, не буду на этом долго задерживаться. Получается, что я держала просто в холодильнике эту пергу и пыльцу. А это среда для развития микроорганизмов. Там очень много развивается, очень быстро микроорганизмы. Ее надо было обязательно консервировать медом. А я это держала все отдельно и смешивала уже непосредственно перед тем, как давала. И у него пошла сильнейшая интоксикация. За три месяца у нас такое развилось. Я помню, это страшный сон у нас был, когда мы вышли с занятий от логопеда. И зашли с ним в магазин. Магазин обувной, посмотрите. И вот в этом магазине он у нас в обувном. Бегал-бегал, я слышу такой грохот. Я поворачиваюсь, мой ребенок лежит на спине. И что это было, я не могу сказать. Что-то типа мелкой эпилепсии. У него как типа судорог, не судорог. Что-то такое началось. Он упал на эти полки стеклянные, рухнул. Полки эти, естественно, на него. Но благо он не сильно, немного, чуть-чуть порезал возле уха. Чуть-чуть совсем. У него, естественно, страх. Он испугался очень сильно. Я рядом была, но и не смогла я его. Потому что этого никогда не было. Вот у него начало на глазах развиваться патологическое дыхание. Он его вот так вот постоянно делал. Потом останавливал дыхание. И в этот момент он падал. Я не могла его вообще оставить. Потому что если я только выхожу куда-то, у нас раз, и он упал. Раз и упал. Причем, что это было такое? Я как медик, я понимала, я еще раз перелистала всю эту эпилепсию. Я смотрю, но как бы после эпип-приступов должны быть какие-то периоды расслабления. У него их не было. У нас просто в постоянном режиме, нон-стоп. Он вот это вот дышал и падал, дышал и падал. Было это, в общем, ужас. Опять мы побежали к неврологу. Ужас вот этим. Невролог нам сразу, естественно, прописала противосудорожный препарат. Мы начали его пить. Сначала она говорила, понемножку, потом добавляйте, потом придете. Мы его пили-пили, но от него было еще хуже. У нас начала уходить речь, пропадать совсем. Поведение, сон тоже у нас начал пропадать, слетать совершенно. И хуже-хуже. С тем, что я пошла к ней на прием, говорю, у нас никак. Может, нам другой препарат, если это действительно. Она говорит, я ей объясняю, что не очень похоже на эпилепсию. Она мне говорит, что это эпиготовность у вас. Это у вас эпиготовность. Это вот начало самое. Может развиться, вы что хотите, чтобы он у вас совсем все потерял. В смысле умственных способностей. Ну, пейте. Пейте, пришли. Пришла, я ей говорю, что у нас это никак не действует на нас этот препарат. Ну, ладно, давайте сделать еще, съездите трехчасовой мониторинг ЭГЭ. Врач вышла и говорит, я вот не знаю, как вам сказать. Никакой реакции вот такой эпи мы не пронаблюдали. Но были такие, я их тоже замечала, маятникообразные движения глазами. Туда-сюда быстро, в разную минуту, там они могли раз-раз-раз-раз быстро пробежаться. Человек так самостоятельно сделать не может. Это вот сами они, глаза. И все, и прекращается. Говорит, вот мы засекли два раза, три часа, два раза вот такие вот маятникообразные движения. Что это такое, говорит? Глаз не реагировал потом на эти световые импульсы, не показало, что у него есть какая-то эпиготовность. Но вот это вот, что было, говорит, мы это зафиксировали, но что это, не знаю. Я к неврологу, она говорит, ну вот это вот эпиготовность. Смотрите, вот это эпиготовность. Ну, готовность и готовность, но в результате она нам никакой другой препарат не назначила. Мы сидели на этом препарате и только ухудшались. Ухудшались и ухудшались, дошли до того, что все. Я боялась, что мы и туалет у нас уйдем. Но нет, туалет, слава богу, не ушел. А вот речь ушла полностью. Все навыки, я решила все-таки вернуться опять к диете попробовать и тентуриум. Мы начали это опять пить, опять сели на диету. У него очень медленно шло, но улучшения были. Ну, очень медленно. Просто вообще, ну, кое-как, кое-как мы сон. Ушли же от этого противосудорожного. Мы месяц ходили плавно. И сон у нас потихонечку начал налаживаться. Я понимала, что в 8 лет нам нужно, хочешь не хочешь, выходить в школу. Там как-то, на домашнее обучение. Нам наш психиатр говорит, что я вас отправлю на домашнее обучение. А я понимала, что он не готов. Какое там нам домашнее обучение, он не будет взаимодействовать ни с кем. Ему тяжело. Он не мог дышать нормально. Он не мог дышать, и уже мы дошли до того, что он еле ходил. Вот реально еле ходил. Я этого боялась. Мы спускаемся со ступенек, а у нас дома три ступеньки. Вот сейчас нам все это переживем. И он не мог без поддержки спуститься с этих трех ступенек. Это 7-летний ребенок. Мы дошли до такого состояния. Я просто тогда... Страх, конечно, этот не передать, который мы пережили на тот момент. Мы пошли в школу с 9 лет. Сейчас, на сегодняшний момент, теме 10. Мы один год отучились и учимся, ну, полтора года в школу. По коррекционной программе в первом классе мы полтора года. И здесь я зашла, как сейчас помню, 4 марта. Я зашла на сайт Натальи. Увидела, что от нее смс пришло на почту, что у меня новая. Я зашла к ней на сайт, и она рассказывала мне про инфодайвинг. Ну, все, не только мне, конечно, она все на странице выложила про инфодайвинг. Я помню эту тоже заставку. Я начала читать за все это, за инфодайвинг. Я не сразу, это 4 марта я прочла, а заказала консультацию первую, 21 марта. Вот, и это самое, я работала, и на работе я ночи, или там какие-то свободные минутки, днем-то некогда было. А по ночам я сидела, смотрела все фильмы, все стримы, все, 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 все. Я изучала, я все это впитывала, впитывала. Ну, ты думала, нет, это вот наше, это как бы, ну, чувствую, что вот, и сама себе говорю, если я не попробую, то я себе никогда не прощу этого. Вот. И 21 марта заказала консультацию. Заказала уже, наверное, часов в 11 вечера. Поздно было. А утром, ну, пошла в огород, и я чувствую, у меня внутри вот какое-то чувство-то не передать. Я не знаю, многие говорят, что не ощущают никакого действия. Я даже еще не знала, что нас отработали. Я прихожу домой, говорю, мам, у меня такое впечатление, что со мной что-то происходит, что нас отрабатывают. А в это время у меня Тимофей, он у меня начал вот буквально метаться. Он с одной комнаты в другую комнату. Я к нему, он от меня. Вот ему как-то как вот видно, что ему тяжело. У меня наоборот как эйфория. У меня такое было вот чувство, как будто мне в груди все развернулось. А у него вот именно видно, что ему тяжело. Он начал еще больше дышать. Вот он туда-сюда ходит, ходит, ходит. Прямо метался. Я говорю, ну, слишком быстро. Она думаю, вчера только писала, а сегодня уже, думаю, нет, вряд ли. Она подумала, почему такое состояние. Вот я вот целый день это, и вечером мне приходит отработка. Первое. Уже думаю, ну, тогда, значит, точно, тогда я правильно ощутила все это. Конечно, очень-очень радовались мы. И у нас пошло сразу, не знаю, вроде бы, такие как бы мелочи, но для меня были не мелочи. У нас, естественно, взгляд вообще ушел на тот момент, насколько он у нас долго был осознанный. То после падения у нас вообще все пропало. Со взглядом он, я же говорю, он просто у нас стал тухнуть. И не восстанавливалось это. А здесь у нас пошел взгляд первый. Первое, что я начала замечать, он еще не говорил, естественно, но взгляд пошел. Он начал смотреть, и уже смотреть так, как он смотрел когда-то. Я как-то увидела этот взгляд, я смотрю, думаю, вот разумно и пошел такой. И носочки у нас начал становиться на пятки. Не постоянно, но он начал все больше и больше становиться. Как бы, вот. И он стал понимать вот такое впечатление, что он стал слышать. Если раньше ему говорили, там, сделай, тут он разворачивался, входил. Или там, там, Тима, там, то-то, то-то. Он как-то не слышал нас. А это он стал слышать такое впечатление. Ну, не то, что впечатление, мы видели, что он нас понимает. Первое время, он, наверное, дней 10, он плохо спал. Я еще Наталье писала, что плохо спит, он говорит, что все наладится. И правда, дней через 10 у нас все наладилось со сном. Он стал вообще, наоборот, засыпать. Стал много говорить. У нас речь опять запустилась. И сначала просто хололи, он стал петь, ходит, поет, постоянно поет, что-то говорит, говорит, говорит. И было такое впечатление, что он стал ощущать свой язык. Он мог, вот я прям наблюдала за ним, он прямо с ним что-то взаимодействует. То руками, то смотрю, самый язык как-то пощупает его, за щекой его, ну, как осваивал он у него, как он увидел, что он у него есть, этот язык. Очень часто от этого дайлинга ждут волшебные палочки. То есть вот к нам обращаются, есть ожидание, что моментально все изменится. Буквально с завтрашнего дня ребенок был отстающим в развитии, не разговаривал, что-то не делал, а уже после консультации, буквально один день, и ребенок будет и говорить, и плясать, и петь, и все остальное. На самом деле это глубочайшее заблуждение. Инфодайлинг помогает найти в глубинах подсознания те программы, те искажения, которые проявлены болезнью в этой реальности. И начать с ними работать, именно начать. Иногда это получается быстро, и у ребенка какие-то опции включаются быстро. Речь обычно идет в конце. А до этого есть очень много нарушений и по физиологии, и по психике, и по энергетике. Есть проблемы с интеллектуальным развитием, с памятью и так далее. Это очень большой перечень вопросов. Буквально с каждым из вопросов мы работаем в отдельности. И когда включается осознанность, подход у нас не как у врачей. Совсем не как у врачей. То есть мы не лечим отдельные органы, мы вообще не лечим. Когда включается осознанность у ребенка, то психика сама находит те слабые звенья, которые в первую очередь она может восстановить. И начинает их восстанавливать. И мы видим, вот у этого ребенка пошел туалет, а у этого ребенка пошел интеллект и так далее. И это плавный процесс. Позже всего выстраиваются те моменты, которые связаны непосредственно с физиологией, с нейронами и с физическими проявлениями. Потому что тело, как правило, в его восстановлении требует больше времени. И со временем он у нас начал просить еду уже осознанно. Именно кушать он мог выбрать уже. Он мог подойти и сказать. Я помню, был такой момент очень интересный. Он подходит и говорит кушать. А я ему предлагаю. Говорю, ну что ты будешь там? Плов есть, я говорю, и суп. А в духовке стояла, картошка с мясом жарилась. Но он не видел, когда я ставила. А запах слышит. И он такой смотрит на меня. Думал, думал, говорит. Картошки с мясом. И показывает на духовку. Я говорю, вообще для меня это тогда был шок. Что он не сказал, не повторил за мной то, что я ему предложила. И не выбрал из того, что я предложила. А он сам подумал. Он решил, что он хочет. И указал мне именно на то, что он хочет. Ну вот такие осознанные его слова у нас пошли, пошли потихоньку, потихоньку. Там, там, там. Прям вот это, конечно, заряжало. Ещё помню такая ситуация. Это было у нас после третьей отработки. Помню, тоже мы получили только отработку. И я была на кухне. Ко мне подходит мой муж и обнимает меня. И в этот момент выбегает Тимофей. И он увидел, и он с налёту подбегает, начинает нас обнимать. Вот у него вот этих вот обнимашек там, у него их не было. Он как-то вот больше сам, больше так сильно к нему не прикасаетесь. Несколько таких моментов было, когда он подойдёт, он сядет между нами, обнимет такой. И обнимашки, он вообще сейчас с меня как бы не слазит. Вот если я раньше этого желала только и прописывала, что вот хочу, чтобы он там обнимал, там говорил, люблю. Но пока ещё он «люблю» не говорит. Но спокойной ночи, он мне уже говорит каждый вечер. Там, без моей, ну, не я первый инициатор, а он первый. И обнимает меня тоже постоянно. Постоянно виснет, может, меня там, потом подойдёт, может, папе пообниматься. Это вот у нас прям отлично. Ещё мы летом были на море, тоже мы первый раз с ним ездили на море. Я с ним боялась поезжать. Когда мы пошли на море, я тут тоже переживала. Он боялся ж воды у нас долго. А тут такой, ну, столько такой водоём огромный, как он его воспринял. Ещё пришли, а там штормит был небольшой, но штормит. Ну, всё, у меня ребёнок вообще, наверное, туда не залезет в это море. Ну, мы с ним сначала потихонечку-потихонечку заходили. Сначала по колено он стоял. Он вообще дал себя туда завести, как бы сразу. Вот. По колено сначала мы стояли, эти волны ловили. Но уже потом на второй день нас было куда не вытащить. Он шёл, причём шёл сам до мамы, до папы. Он заходил с берега и шёл. Уже всё. И поведение у него было. У него поведение. Мы, ну, просто вот обычный ребёнок, мы ходили, гуляли там. Видели детей. Он смотрел на детей. Он шёл сам, не за ручку. Можно было его отпустить. Он перед дорогой остановится. Ну, я смотрела на него, смотрю, что у меня всё. У меня практически здоровый ребёнок. Речь чего-то подогонится, и всё. Будет вообще великолепно. Скажите, а как вот обучение в школе там изменилось что-то вот после четвёртой консультации? Обучение в школе у нас вот именно с этого года, вот после июльской консультации, мы пошли в этом году в школу, во второй, первый класс, второй год получается, и учителя у нас стали его хвалить. Если раньше, вот они в том году мне весь год проговорили, ну, ничего не повторяют, ну, вот ничего он не хочет, ну, отворачивается, ну, ложится на кровать, ну, никак, ну, ничего и никак. А в этом году практически все учителя, практически все начинают нас хвалить. И психологу придём, хвалит, логопед нас тоже хвалит. Вот сегодня учительница у нас ухвалила, говорит, он всё повторяет, он всё выполняет, он научился сам вырезать, лепит он всё это с интересом, стал петь песни у нас, и, ну, как бы движение у нас и в этом плане очень хорошее. Да, он у нас стал кушать теперь то, что он не ел до, раньше, он у нас стал есть красное, он у нас в этом году первый раз попробовал арбуз, попробовал помидор, попробовал ягоды наши с нашего участка, малину, клубнику, он это не ел никогда, он, потому что красный, он его боялся, как огня. Сейчас он это пробует, если ему нравится, он ест, если ему не нравится, говорю, ну, не нравится, не ешь, кушаем уже хлеб, понемногу едим, какие-нибудь там булочки, там, это он тоже кушает, немного, но кушает, вот, он теперь, может, он у нас очень любил пульс, ещё с маличку, но потом он у нас перестал перевариваться, мы его убрали с рациона, а сейчас мы опять это всё кушаем, как бы ест он у нас уже практически с нашего стола, но единственное молоко, вот молоко пока ещё, пока ещё не запускается. А скажите, вы в чате мамочек участвуете, там, практики какие-то делали? Да, конечно, я участвую, да, вот, практики обязательно, практику зеркала я начала сразу, как только Наталья написала, я первым делом прочла радикальное прощение, и начала делать практику зеркала, вот, делала её сначала очень регулярно, но я так понимала, что не совсем, как, от души, как говорится, больше от ума шла, сейчас я без него вообще не могу, без зеркала, мне кажется, он даже заряжает на день, утром сделал, всё, день удался, хорошо, вот, радикальное прощение анкеты, я писала их поначалу, тоже очень много писала, ну, вот, с какими-то мне проще становилось, да, действительно, я чувствовала, что легче, но на какие-то, прям, чувствовала, что я увязаю в них, наверное, где-то или не докопала немного ещё, я бросила, прекратила писать, думаю, немного передохну, надо мне, не надо, но не буду пока писать, и вот, последний раз Наталья мне сказала, что делать только практику счастья, которую я, кстати, тоже очень люблю, очень мне нравится эта практика, и зеркало. Ну, вот мы считаем, что ребёнок, как бы, отражает своих родителей, то есть, меняетесь вы, меняется ребёнок, то есть, вы заметили изменения в себе? Да, в себе я тоже изменения, конечно, заметила, я сразу, когда ещё первые отработки пошли, я видела у себя вот эти подъём чувства, да, подъём всей вот этой вот внутренней энергии, но я не знала, куда её деть, я вообще не знала, думаю, ну, вот что я могу, ну, что для моей души угодно, я думаю, ну, петь я любила, я в детстве всё время уходила в своё, что ж я любила в детстве, да, ну, петь я любила, пела везде, всегда, думаю, ну, не буду сейчас на эстраду выходить, типа, в своём возрасте, там, туда-сюда, и вообще это как бы совсем не моё, вот. А вот сейчас, особенно последняя отработка, она, конечно, вообще, она меня снесла полностью, раскрыла меня полностью, и я понимаю, что мне очень интересно петь, мне вот очень настолько интересно, я понимаю, я пошла учиться на логопеда-дефектолога сейчас, прохожу курсы, по первому образованию я педагог, вот, и сейчас прохожу курсы логопеда-дефектолога, и понимаю, что я буду не просто логопедом там каким-то, а буду необычным, а буду именно с музыкой это связывать. Хочу ещё приобрести какой-нибудь инструмент, на котором бы смогла играть, и использовать это дальше. У нас с мужем стали отношения лучше, я стала его понимать, я перестала что-то ждать, у меня внутри сейчас постоянная радость какая-то, постоянный комфорт какой-то, я не чувствую, что там всё не так, всё плохо, для меня сейчас всё хорошо, я сейчас довольна всем, я понимаю, что мне будет дальше, я осознаю это, я понимаю, что я это всё могу сама создать, свою жизнь могу тоже сама создать. У меня прекрасные дети, я думаю, почему я раньше этого не замечала просто, заметила ещё, какое у меня состояние, я прям вижу, как зеркало это в ребёнке, в теме. Тимофей у меня сразу меня запомнил, если я начинаю переживать, он тут же начинает переживать, если у меня всё хорошо, я счастлива, и он тут же, он радостный, весёлый у него, такая эйфория, он бегает, он веселится, он стал играть у нас, кстати, с маленьким братиком, он может с ним сам взаимодействовать, попросить его пойти там побегать, в догонялки, в прятки они там играют. Да, он стал взаимодействовать с детьми, и ещё, что я заметила, что он стал именно хотеть в школу, он туда бежит, в припрыжку бежит, и он смотрит на детей, и смотрю, если мы всегда с ним ходим за ручку, он сам даёт мне руку, мы идём, а здесь он же видит, что дети сами ходят, он заходит и мою руку бросает, и идёт сам, и идёт сам, вот как они идут, где-то там пробежится, где-то пройдёт пешком, и смотрю, он всё время смотрит на них, как же они себя ведут. У вас было 4 консультации, правильно? Это первая была в марте, да? В марте. В марте, потом в май. В май, июль. Июль. Октябрь, конец. То есть, ну, прошло 8 месяцев с первой консультацией, очень хорошие результаты, несмотря на то, что у вас вот, как бы, ну, самый старший ребёнок из тех, которые такие результаты, 10 лет сейчас, правильно? Да, сейчас 10 лет. Вы можете как-то, ну, проанализировать разницу, сказать, что было? 4 консультации было с ведущими специалистами, да, с Наташей, с Ириной. Первая была с Андреем, а три была с Ириной у нас. А две, это с Наташей и Аней, это у меня были. И тоже я, вот после их, я понимала, что дело во мне, когда первоначально вот у нас пошло и становится, пошло и становится ребёнка, я понимаю, что это что-то во мне, что не даёт ему двигаться дальше. Каждую отработку я и чувствовала, чувствовала ещё до прихода самой отработки к нам. Я внутри это понимала. Я заказала себе тоже результат, и результат тоже почувствовала. Я сразу слышу, когда меня отрабатывают. Я в это внутреннее, мне это в груди сразу откликается. После первой Тиманной консультации я поняла, что на работе, я это прям начала чувствовать, что мне там некомфортно. Я приходила уставшая, меня это поматывало очень сильно. Вроде бы как, я и любила свою работу, вроде бы как и шла туда. Но приходила вся никакая. Не получала я уже того удовольствия, которое было раньше. И я на консультацию девочек спрашиваю, оставаться мне на работе или нет. Так как перед этим как раз и муж мне начал твердить всё время. Уходи, зарплата маленькая, что ты там сидишь? Но я думаю, ну не зарплату сейчас обработаю, нравится мне. Потом начала понимать, что мне уже не нравится. И девчонки мне сказали, что нет, это не твоё. Можешь уходить смело, это вообще не для тебя. И когда я ушла, я потом... В общем, специалисты, которые занимаются с детьми в Москве, я попала к нему на курс на платный. Заплатила и проходила. Вроде как для Тимы. Я поняла, что это мне очень нравится. И вот именно они помогли мне это понять, раскрыться именно и увидеть. И вот стала замечать, что запрос какой-то у меня только пошёл внутри, мне сразу приходит информация. Интернет, газеты, из любого другого источника. Мне сразу же приходит информация. Вот что бы я хотела. Раз, мне сразу там, ага, а ты вот это ещё не рассматривала. После консультации с девочками, после Ани и Наташи, это всё было, но я это как-то не могла отследить. Я не могла это понять до конца. А вот после Тимыной последней консультации, именно, конечно, у девочек сейчас, у Наташи с Ирой, очень большие наработки, как я понимаю. Я это вот настолько всё ощущаю сейчас. Просто как бы, я как пропитана этим. Я чувствую, я уже чувствую, где, что, куда я там, куда я иду, правильно ли я иду. У меня сейчас столько желаний на будущее. У нас действительно сейчас хорошие наработки. Мы связали психику и тело, благодаря чему результат стал ещё быстрее. Какие планы на будущее строите? Ну вот, планы первые, это, конечно, естественно, закончить образование, поступить ещё выше, потом на психолога хочу, но это уже чисто просто по этому. Потом по интересам у меня пошло, естественно, это музыка, хочу голос поставить правильно, естественно, потом танцы, я всегда любила танцевку. Ну почему бы мне ещё не развивать вот это вот направление. Наши откроются после карантина, я думаю, все заведения. И у нас тут тоже есть всякие школы. Мне муж говорил, да, иди раз, чтобы это самое, развлечься. Ну вот, хочу сюда, хочу пойти. И Тиме, тоже это надо, я вижу, что у него есть музыкальный слух хороший, и его интересуют клавишные. Хочу его отвезти в школу музыкальную. И сама поучиться тоже, чтобы в работе пригодилось. Мне это интересно, я вижу, я чувствую, что мне это интересно. Планы на будущее, конечно, вообще шикарные, большие планы. Хочу, уже с мужем запланировали на следующий год опять поездку на море, потом пущем путешествие. У нас вся семья любит путешествовать. У нас, оказывается, в стране даже много таких мест, которые мы еще не видели, и которые хотели бы посмотреть, ну, не говоря уже за границей. Хотите, может, какие-то советы мамочкам дать, другим? Советы чувствовать, чувствовать, не сомневаться, не сомневаться, что поможет, там не поможет, помогает, не помогает, я не знаю. Я вот, допустим, я сразу не сомневалась, я верила. Я верила, что это поможет. И почувствовала, я же говорю, я с первого раза вот эти вот ощущения, им надо прислушиваться. И тогда, мне кажется, вера, она укрепляется, и все происходит быстрее. Все происходит гораздо быстрее, когда есть вера. и не отчаиваться. Потому что, не знаю, вот я сейчас, на сегодняшний момент, я уверена, что у меня ребенок уже здоров. И что нам нужно только немножко времени, чтобы догнать свое развитие. Вот и все. Я уже вижу, вот это вот его. Он начал, он стал озорной, он стал, как обычный ребенок, он стал шустрить, он стал везде лезть, ему все интересно. И это гораздо лучше, чем когда ребенок сидит никакой и совершенно наш берет. То, что мы пережили, все работает. Все нужно верить и действовать, и все. И быть в счастье. Самое главное, быть в счастье. Потому что, вот это чувство внутреннего счастья твоего, ты его ни с чем не замаскируешь. Вот когда ты внутри настроен на счастье, откликаются все, откликается ребенок в первую очередь. Все работает. Верьте, надеетесь и идите вперед. Здорово, здорово. Что-то хотите, может, инфодайверам еще сказать? А инфодайверам вообще это просто огромнейшее спасибо. Огромнейшее спасибо от всего сердца. Я вообще даже смотрела последний стрим и думала, мне пришла такая мысль, а вот если бы я не увидела, не узнала бы про инфодайверов, вот что бы было бы тогда. Мне даже страшно было об этом подумать. Я сразу закрыла эту мысль, думаю, нет, значит, я обязана была просто о них узнать. И им огромнейшее спасибо за это, за их работу. Они, конечно, делают бесценную работу, просто бесценную. Просто молодцы. Спасибо. Мы очень довольны вашим результатом. У вас, ну, самый взрослый ребенок из тех, у кого такие хорошие результаты. Поэтому мы очень рады. Рады за вас. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам большое. Этот фильм еще одна история. История одной жизни. Жизни ребенка. И ребенка достаточно уже в большом возрасте, 9 лет. И здесь тоже очень хорошие результаты. На самом деле возраст не имеет значения. Конечно, проще работать с маленькими. Конечно, у маленьких лучшие результаты и более быстрые. Но представьте, что следующие 40, 50, 60 лет жизни у него есть здоровые и счастливые. А если бы мама не попробовала? Мы благодарны тем родителям, которые помогли нам, обратились к нам. И благодаря им и их детям мы смогли углубиться в недра, в глубины, в структуры психики, изучить, исследовать, посмотреть, как это работает, привязать это все к физиологии и выдать результаты там, где медицина бессильна, где психология, психотерапия бессильна, и выдать результаты в жизнь, позволит детям быть здоровыми, а родителям счастливыми. На самом деле дорогу осилит идущий. И нам надо было с чего-то начинать. На сегодняшний день у нас за спиной огромный проделанный кусок работы. Кусок работы, который сегодня никто не повторил и вряд ли в ближайшее десятилетие сможет повторить. Но мы знаем, что за инфодайлингом будущее. Мы знаем, что инфодайлинг это совсем другой подход, это гармоничный подход к человеку, как к целостной личности, как к уникальной личности, как к божественной личности, как к Богу, которому просто надо проснуться и осознать, что Он может всё. И тогда Он сможет восстановить своё тело, Он сможет быть счастливым, Он сможет проявляться, реализовываться, творить. И это всё о новом подходе медицины к людям.